Если вы хотите комбинировать орехи с чем-то еще помимо мяса, как насчет шоколада? Стала появляться информация о предполагаемой пользе какао в профилактике болезней. Когда я впервые увидел ее, я был уверен, что там говорится о привычном потреблении кокаина. Но нет, привычное потребление какао. Ешьте какао и снизьте ваше кровяное давление. Какао получает из какао бобов, и, подобно другим бобовым, оно содержит удивительно полезные для здоровья фитохимические вещества флавонолы, подобно как и зеленый чай. Так что ешьте какао, обратите внимание, не ешьте шоколад, но ешьте какао. Сегодня, естественно, о молочном шоколаде не может быть и речи, потому что молоко, подобно как и в случае с зеленым чаем, блокирует все положительные эффекты. Но даже безмолочный темный шоколад производят из совершенно ненужных для нас ингредиентов – жира и сахара. Жир – это насыщенное какао-масло, одно из немногих растительных масел, которые вредны для нас. Оно повышает наш уровень холестерина. Сахар также для нас не годится. Тогда как же вы можете получить пользу от какао-бобов без этих плохих веществ? Предполагается в виде какао-порошка. Правда, кому захочется употреблять его без сахара и без молока? Сам какао-порошок не содержит сахара или жира, последняя, правда, очень относительная. Но он просто наполнен фитохимическими веществами, понижающими кровяное давление, снижающими уровень так называемого плохого холестерина, повышающими хороший холестерин. Но разве упражнение не единственный способ повысить хороший холестерин? Похоже, что помимо упражнений еще и какао. Правда, новый лекарственный препарат компании Pfizer, торцетропип, также повышает хороший холестерин. Большинство таблеток способны лишь снижать плохой. Генеральный директор Pfizer провел пресс-конференцию, назвав его одним из важнейших препаратов нашего поколения. Всего два дня спустя были публикованы фактические клинические данные, и препарат был немедленно снят с рынка и выброшен в мусорное ведро вместе с миллиардом долларов, которые потратили на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по его изобретению. Торцетропип работал. Он действительно повышает хороший холестерин, но он также увеличивает риск смерти на цифру порядка 60%. Но могу поспорить, что вскрытие подтвердит, что холестерин существенно улучшился. Правда, и у какао есть свои проблемы. Непредсказуемое действие на работу нервной системы. Какао также повышает прочность сосудов, является мощным иммуностимулятором, и даже может бороться с последствиями старения. Это все обнаружилось всего за 12 месяцев. Какао-бобы и старение. Неожиданно, но так подкупает. Правда, исследование финансировалось компанией МНДМ. Думаю, для нас лучше придерживаться здорового питания. Сторонникам реформы здоровья предстоит совершить большую работу по обучению людей в этих вопросах. Учите их, что использование стимуляторов угрожает здоровью, характеру и даже жизни. Стимуляторы вынуждают истощенные силы организма выжимать из себя энергию для противоестественной деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok